В прошлый раз мы старались более практически понять, что такое твила, как это нас связывает с Ашемом. Мы прошли несколько советов, которые можно использовать каждый день. Это молитва, которая должна сопровождать нас весь день, потому что есть специальные времена, когда она будет более эффективна. С другой стороны, мы должны понимать, что это должна быть твила шлейма, она должна быть целая, полная. Сегодня мы будем больше об этом говорить. Когда мне тяжело, когда у меня особое чувство, что у меня нет сил, у меня нет инспирации, вдохновления, именно, может быть, тогда, именно то время, когда моя молитва может больше всего достичь самой максимальной своей цели. И тоже наша молитва, она может выражаться, когда это шева, когда это восхваление Творца. Когда молимся о других, да, как мы сказали, это тоже не просто молитва, когда я вспомнил какую-то, взял какие-то имена, и я просто их вспоминаю, чтобы это помогло в том же мере для меня, для себя. Это когда человек чувствует, он понимает, он действительно сочувствует этим людям, он хочет добиться для них самого лучшего. Тогда, опять же, эта молитва помогает для меня. И также мы сказали, что это слезы, это видно, что это из глубины души. Ашем обещал, что он не будет пренебрегать, он не будет, как бы, ну, так, без айон, он не будет показывать, что это, осрамлять наши молитвы. Человек может подумать, что, так, что даже какая бы молитва у меня ни была, Ашем сказал, что он не будет ее отвергать. Но это не сказано, не сказано, что он не будет отвергать ее. Там сказано только, что мы не будем наказаны за наши молитвы. Если наша молитва не будет в том мере, в котором она должна быть, Ашем не будет нас за это наказывать, что, в общем-то, большой-большой хасад, большая милосердие Творца. Потому что если человек приходит к царю, и он просто стоит и совершенно не подготовил себя к этому, он просто говорит какой-то текст, не задумываясь, что это значит, где это, что это, он не начинает сначала, не заканчивая до конца. Много было бы причин для царя выбросить этого человека, наказать его, бросить его в тюрьму. Тут Ашем говорит нет. Как я уже рассказывал, вот история с Бейс и Стройл. Один Герер Хосет, один молодой парень пошел молиться к коту, к стене плачи. Там он встретил Бейс и Стройл Герер Эбе. Бейс и Стройл сказал ему, что ты знаешь, что самое великое Творце? Он говорит, что? И Бейс и Стройл говорит, что ответил ему, что Ашем, он не смеется. Это он, так сказать, не объяснил. Этот молодой Бахур, молодой человек не понял, что это значит. Он пошел к себе в Ешиву. В то время Пнеменахом был Рошей Шивой. Позже он встал в следующем Герер Рэбе. И спросил, что это значит, что он читает Бейс и Стройл говорит, что Ашем самое главное, самое великое. О чем, что можно сказать, что он не смеется. И Бейс и Стройл Герер Рэбе объяснил, что не смеется, имеется в виду, что представь себе, есть один молодой человек. Он говорит, что я буду во время приходить на молитву. И он встает утром, но на час позже. Хорошо, в следующий раз все, больше такого не случится. Он встает, опять опаздывает. И опять, и опять, и опять. И Машгеха ему уже говорит, ну что ты... Он говорит, нет, нет, все, следующая неделя будет по-другому. И опять то же самое. Уже некоторое время уже его Рафа, Машгеха, он начнет смеяться на нем. Что ты мне обещаешь, что ты... Что ты... Ты никак не можешь это реализовать. И в этом отличается Гошем. Гошем, он не смеется. Хотя мы стараемся, мы потом опять спотыкаемся. Он над нами не смеется. Это да. Но насчет Тфила, когда мы говорим насчет молитвы, мы говорим, что Тфила это хибур, это наша связь с Творцом. Что даже если он не будет нас наказывать за нее, и будет ее... Но это недостаточно. Мы хотим, чтобы у нас был чистый, был прямой канал, прямая связь. И это только, как мы сказали, начинать с концентрации. Начать понять, что работает какой-то... Взять отрезок молитвы. И потихоньку продолжать дальше из Шма, из Псукадезимра, из Шмонесра. Постоянно делать себе небольшие цели и концентрироваться на этом отрезке. И тогда человек увидит, что это повлияет на всю его молитву. Сегодня мы пойдем дальше. Мы будем говорить о новом концепте, который сначала покажется полностью противоречит тому, что мы выучили до этого. Но потом увидим, что на самом деле, когда мы закончим, мы поймем, что на самом деле это делает нашу перспективу, наш взгляд на молитву и на Иштадлут, на наши старания в этом мире, он полноценным. И это очень высокий уровень, мы должны это сказать в самом начале. И несмотря на это, это важно это понять. Тогда мы все, что мы слышим, мы слышим о праведниках, мы слышим о том, что рассказывает о Талмуде, мы тогда сможем это лучше и глубже понять, потому что этот концепт, который очень-очень, опять же, высокий и глубокий, но это очень важно, потому что даже каждый из нас в каком-то смысле может к нему дотронуться и использовать это для себя. Как мы сказали, значит, Ашем постоянно, он ждет, он слушает нашу молитву, это хибур, это наша связь с ним. Теперь, это не зависит от того, как результат. Это очень важно, то, что мы говорили на Шиуре до этого. Твила — это не средство получить что-то, это средство соединиться с Творцом. Мой еще Бояр, он рассказывал, что он был в каком-то заведении, и там по всем, по плану он должен был там принести долгое время, ему нужно было ждать очень многих разных документов и разные вещи, бюрократия. И как-то это все произошло так, что он освободился за очень короткое время. И один из клерков, который нерелигиозный человек, сказал ему, о, Ашем любит вас. И Бояр ответил ему, он говорит, какая связь, что он меня любит. А если бы я ждал здесь дольше, он меня не любит? Это очень важно понять, что он этому человеку с улицы, нерелигиозному человеку, он ему объяснил, что это не зависит от одного, от одного от другого. Ашем любит тебя и так, и так. Да, это точно. Теперь пошло все быстро, очень хорошо, у тебя есть еще одна причина благодарить Творца и восхвалять его. Отлично. Но это не зависит друг от друга. То, что Ашем тебя любит, это аксиома, это точно. Это не изменяется даже в самых трудных ситуациях. Теперь, мы понимаем, очень важно, что даже если человек просит из глубины сердца, и со всей душой, он хочет изменить что-то в своей жизни, это не противоречит тому, что он дыхикача, что он хочет толкать, он хочет добиться своей цели. Мы видим, что это нету, тут нету противоречия, потому что это на самом деле просто это связь с Творцом. Результат это уже Ашем будет решать то, что он считает нужным. Теперь, мы говорили тоже про иммуна, штыка, мы говорили про особый уровень, что есть иммуна, есть вера, и это уровень, которым каждый, это база, это база каждого еврея. Больше это бетахон, это уверенность, это упование. Человек тоже в практике, он ведет себя по этим принципам. И есть еще один уровень, который в ком-ком-ком-то слышали, выше, это штыка, это молчание, это внутренняя уверенность и упование, которое, как пример можно сказать, что похожая история, что мы рассказывали до этого, в одной лавке, где продавался какой-то алкоголь, какая-то контрабанда и так далее, и ее хозяин, ему сказали, что будет проверка, будет налогинспекция, приходит, и это грозит страшными последствиями. На что этот хозяин, этот человек, он сказал, что он идет спать. Он не пошел молиться, он не пошел каким-то там цадиким, каким-то праведником, то есть он идет отдыхать, он идет спать. И действительно, да, как это бывает, что все хорошо кончилось, да, они пропустили его, они его не пришли, и когда его сказали, что это за новая такая сегула, новое поведение такое, с чего ты пошел спать. Это очень просто, если бы я был бы, не спал, то я постоянно бы думал, может быть, лучше так, может быть, так, может быть, так, может быть, так, может, так, может, так. И я решил, что нет, для меня лучше всего не думать об этом. Это просто я полагаюсь на Творца полностью, и даже не буду думать, а как он может быть лучше все-таки сделать это, и т.д. Эти вот мои мысли, вот это вот, это не штика, это не молчание, это не спокойствие. Это, опять же, особенный уровень, и не значит, что это во всех ситуациях, каждый этот человек может это использовать. Но просто понять, вот это принцип Пурима, Аддело Йода, человек, он веселится в Пурим, он с помощью вина, он доходит до ситуации Аддело Йода, он не знает разницы Мордохай, Аман, Раша, и так далее. Это какое-то полноценное принимание воли Творца. Давайте поучим кусочек из Талмуда, и мы начнем наше путешествие к этому особенному, высокому уровню молитвы, который, опять же, может изменить нашу жизнь. В Талмуде Рашешана 18а сказано следующее, что в два человека, Рабмейр Оймер, говорит Рабмейр, Шнайм Шелли Мита, два человека заболели, Вахулин Шава, у них одна и та же болезнь. Вахен и так же Шнайм Шелли Гардем, двое поднимательные шафот, и Лидон Вединен Шава, их приговор одинаков. Один из них спускается, он поднимается с постели, а другой нет. Одного спасают, а другого нет. Да, у нас есть одинаковая ситуация, и как-то почему, все критерии, все одинаково, но выход совершенно другой. Конец у одного, это такой хэппи-энд, все хорошо, а у другого нет. Почему? Гимара спрашивает этот вопрос, почему? Мипнеймэ зэ нэн вэзэл нэн, почему же, в чем, зэйтпалэль вэнэ вэлзэйтпалэль вэлэнэ. Говорит Гимара, один молился, и ему ответили, один тоже молился, и ему не ответили. Кто в такой ситуации не будет молиться, когда он находится в такой ситуации, кто, что же еще делать? Но у одного из них, да, у первого, скажем так, ему не отвечают на молитву, он умирает от своей болезни, его казнят, но у другого, да, он выздоравливает, он спасается. Почему? В Талмуде тоже задается вопрос, почему, в чем разница, почему, и тот, и тот же помолился же, какая же разница, почему это так? Отвечает Гимара, Тот, кто помолился, его молитва, его твила была шлейма, совершенно, полноценно, ему отвечают, но второй, он не помолился, полноценную молитву, поэтому ему не было позитивного ответа. Что значит, что значит, помолился, молитву, а что, что он, у него не было достаточно каваны, у него не было достаточно, что, что это значит, что у него, в Айхмана, когда его судили, когда прикрыли его смертью, спросили, а что он хочет, последнего желания, он попросил бейгл, бейгл покушать, говорят, что Саддам Хусейн тоже у него, он попросил какую-то еду, да, это, но, мы говорим, о еврейском народе, да, и тут, вопрос жизни и смерти, каждый из них молится, один отвечает, потому что у него тфилашлейма, а другой нет. Что такое тфилашлейма? Раши говорит одно слово, Раши говорит, тфилашлейма не скавен, он, да, он молился с каваной, он молился с концентрацией, но мы все еще не понимаем, как это, как второй был без концентрации, Севсихайм, Ребхайм Фридлэнда, объясняет, что тфилашлейма, полноценная молитва, это как чува, как раскаяние, это может человека сделать другим человеком, и этому человеку уже тот приговор, та болезнь, она ему уже не подходит, потому что он становится другим человеком, так говорит Ребхайм Фридлэнда. Мойши Бояр, он отдает другой, Мехаллах, другой путь, и давайте последуем, как он это объясняет. Это большой, очень концепт, принцип такой, и вопрос его в том, что как это может быть, что у человека не было каваны, как это может быть, о чем он может еще думать. Равель Вахтвогл, известный рождественник из Америки, он посетил тюрьму, к сожалению, есть евреи, которые сидят в тюрьме, есть религиозные евреи, которые сидят в тюрьме, у них там есть кошерные даты, там даже есть шаурим, и он приехал к ним, помнился с ними шахарит, чтобы дать их как-то хизук, помочь им, и в конце молитвы он видит, что уже до Алейну Лишабея, до конца молитвы, уже практически все снимают тюрьмин, все уже как-то не ждут до конца, и он подошел к ним и говорит, я не понимаю, куда вы спешите, куда вы спешите, то, что привычки человека, они его не останавливают, даже в тюрьме, куда вы спешите, у вас еще будет филинча, ну, там на свободе, вы постоянно бежали, куда-то спешили, сейчас уже оставьте еще, отфилинча на пару минут, мы говорим, у человека находится в такой ситуации, для него должно быть все ясно, и понятно, поэтому, как это может быть, что у этих людей, мы их сравниваем, мы не говорим, что эти люди были совершенно каким-то, один был большим праздником, а другой нет, нет, мы сравниваем, что они в общем-то на одном уровне, но у одного была тфила шлейма, полноценная совершенно тфила, она спасает ему жизнь, а другого нет, давайте постараемся это понять, у человека, у первого человека, у которого молитва была не, он не спасает, он да молился, как мы говорим раньше, чтобы лит хабер кашем, чтобы соединиться с ним, его тфила была действительно настоящая тфила, настоящая молитва, когда он молится, он просит, когда у него получается эта молитва, она да молитва, это да, он да мит хабер, он да соединяется с Творцом, но когда у него, он приходит к Творцу со своей просьбой, то там начинает проверять его схуёт, его заслуги, там взвешивается, то, что и вот тфила пошла наверх, у него действительно он соединился с Творцом, отлично, но чтобы получить позитивный ответ, это уже надо посмотреть, он дослуживает этого или нет, да, есть порядок, есть, смотрите на его жизнь, на его потенциал, на его будущее и так далее, и так далее, второй человек, его молитва, его кавана, его концентрация, его кивун, это направление, было, что его молитва, у него есть сила разорвать приговор, он верил все своим сердцем, этим разумом, что у него есть этот потенциал, у молитвы есть сила разорвать приговор, изменить все и спасти его, поэтому там другие правила, сейчас мы посмотрим, где это мы видим в Талмуде, чтобы такое можно сказать, в, это очень, я говорю, это очень глубокий концепт, это высокий, но, опять же, это тоже для нас актуально, сказано в Талмуде, в Брахот, что Хискеа Мелых, цар Хискеа, он предвидел Руха Коди, что у него было как пророчество, что у него будут сыновья, у него дети, имеется в виду Минаши, царь Минаши, который будет один из самых ужасных, самых ужасных царей в истории еврейского народа, и поэтому он не хотел, чтобы у него были детей, он не занимался Митцово Пюрву, так он жил без того, чтобы он у него убедили дети, приходит к нему Ишая Анови, пророк Ишаяу, и говорит ему, Хискаяу, ты умрешь, он так ему прямо четко говорит, Он не просто это говорит, он говорит, так говорит Творец, у него пророчество для него, сделай, уже приготовь свой дом, свою семью, ты умрешь, и ты не будешь жить, спрашивает Гемера, что это значит, ну он уже сказал, что ты умрешь, зачем говорить, что ты не будешь жить, это двойное такое выражение, какая-то страшная вещь, ты умрешь в этом мире, это брахот 10а, и ты не будешь жить в следующем мире, это имеется в виду, что его приговор и в этом мире, и в следующем, за что такое страшное наказание, настолько, потому что ты не занимался митцвей, чтобы у тебя были дети, распла, ждаться, ждаться, умали, мишем дыха зой, отвечает Хиски, у меня есть ли это причина, это не просто так, я видел в руаха кой деш, когда пророчество, динавки минай бони диламалы, у меня будут сыновья, которые будут очень, они будут нехорошими, они будут плохими, чтобы понять уровень, минайши, его, ну, сделал так, чтобы было и доплаконство во всем Израиле, он сделал, даже в храме, и он, как мы видим, Ишаяу, пророк Ишаяу был убит именно минайши, отвечает Ишаяу, отвечает ему пророк Ишаяу, не надо лезть в дела Творца, твое дело, у тебя есть митцва в Торе, чтобы у тебя были дети, что будет дальше, это не, ты должен максимально приезжать усилия, но кроме этого, ничего, ты ошибся, тебе не нужно было принимать таких предосторожностей, все, что тебе приказано, тебе нужно делать, а что, что для Творца хорошо, это будет сделано, тогда Ишая сказал, а что, если ты так считаешь, дай мне свою дочь, тогда может быть, если ты дашь мне свою дочку, и тогда мои, твои, твои дочки, заслуги, также мои, они послужат тому, что может быть, что-то можно будет изменить, на что отвечает ему Ишая Анови, пророк Ишаяу, кварник уже указ сделан, уже принят указ, я пришел тебе сообщить, что ты умираешь, ты умираешь в этом мире и в следующем, какие, какие, не нужно говорить про шедухи, про свадьбы, приговор уже сделан, имеется в виду, что никакие заслуги тут не помогут, отвечает ему Хискияу, Бен Амот, Амот, это отец Ишаяу, говорит, сын Амотца, когда так обращаются, это обычно гнайт, обычно, с негативной коннотацией, когда говорили про Моша, говорили о нем плохо, говорили Бен Амрам, ты сын Амрама, также здесь, он говорит, Бен Амотц, кала не вас эха, твоя невуа, твоя прочта закончена, ице, я тебя выгоняю из дома, выходи отсюда, ках мекубланию бейсави аба, у меня есть кабол, у меня есть особая передача мудрости от моего дедушки, у меня есть от царя Давида, мне известно, что даже если острый меч лежит у человека на его шее, он острый, меч, у него уже на шее, уже нету, уже безнадежная ситуация, нельзя сдаваться и нельзя отчаиваться, и нужно простить милосердие, есть рахами, как мы объясняли, рахами от слова милосердие, рехам, рехам это там, где рождается ребенок, это буква махар, махар это завтра, есть будущее, если у человека есть продолжение, поэтому сказано, что приводит отсюда, что вот так себя нужно вести, это не то, что Хискьяу, у него особая такая передача, только для самых больших праздников, Хискьяу был один из самых правильных царей, которые у нас были, нет, для всех, для каждого человека, если у него даже острый меч на его шее, нельзя сдаваться, не останавливайся, проси рахами, ты можешь это изменить своей молитвой, и что молитва может это изменить, даже если уже сделать указ, даже если уже тебе говорит пророк об этом, даже говорится о твоем олямхаба, о твоем следующем мире, это рахами, это молитва, она может это изменить, теперь, в, это значит, что тот человек, который был в этой постели, и он был смертельно болен, или тот человек на шафоте, у него, который спасается, тфила шлейма его, его полноценная молитва, потому что он знает, что его молитва, его тфила, может, у него есть сила изменить этот приговор, тут, говорит, не говорится о его заслугах, он действительно может, но он верит, что эта молитва, она может прорваться наверх и порвать все эти, весь эти приговоры, стайпер говорил людям, что желательно не рассказывать, если кто-то очень болен, и даже, ну, как бы это опасно, смертельно опасно, не говорить ему, или даже другим об этом, можно намекнуть, но не говорить, что это действительно так, потому что это может привести к тому, что у него будет иуш, у него будет отчаяние, если у него будет отчаяние, мы будем об этом говорить больше, моя молитва не, у нее нету этой силы, потому что внутри мне кажется, что уже все, поэтому, когда это чувство, когда молитва не сможет достичь своей максимальной эффективности, в Рабб Зибриджтене рассказывает, что один Аф Бейзин, один известный судья, один известный Раб, Талмит Хохам из Тель-Авива, он попал, у него был инфаркт, он попал в реанимацию, его привезли в больницу, и там был врач, тоже религиозный врач, и он его принял, и первое, что он ему сказал, он сказал, что, ой, я так всегда мечтал вас встретить, я слышал ваши уроки, и у меня было несколько, несколько вопросов, теперь я так, как бы, я хотел вас искать, вы теперь здесь, я так рад, что вы здесь, я вас так уважаю, и начал ему говорить, что он так, у него теперь будет возможность с ним поговорить, его знать, и говорит, как, ну, этот Раб очень рад этим, он говорит, что да, и как моя ситуация, говорит, что Бару Х нашим, ваша ситуация очень стабильная, все очень хорошо, и он видит, что его везут в реанимацию, в интенсивную реанимацию, ну, в самое, такую, для самых тяжелых больных, место для самых тяжелых больных, он говорит, а зачем меня туда везут, И этому доктору объясняют, что да, просто там для вас будет специальная палата И что у вас не приходили, никто вам не мешал Потому что вы же так известен, все хотят с вами познакомиться Поэтому мы вас положим туда, там запрещено входить другим людям И потом Дедраф рассказывал, что он понимал внутри, что это ложь Что этот доктор просто хочет, чтобы ему было, чтобы не беспокоился Потому что на самом деле он был еще немножко и ему уже не стало И этот доктор, он старался его успокоить И он говорит, что я это понимал, я не наивный человек, я понимал Но просто услышать эти слова мне действительно помогли с этим всем перенести эту ситуацию Во время войны, во время Второй мировой войны Нацисты, они окружили Ишиву И каждого из ребят, из студентов этой Ишивы, они выводили и расстреливали И в тот момент один из ребят, который был там, и скоро уже была его очередь Он сказал, что я верю полностью, что даже если когда острый меч на моей шее Я знаю, что Ашем может сделать чудо Он есть рахами, нельзя отчаиваться Я полностью верю, что я буду жить Его молитва была И если этого недостаточно, если Ашему нужно схует Нужно, чтобы у меня были какие-то заслуги Он сказал, что когда мне было 17 лет То в нашу Ишиву пришел парень, который был почти ослеп И не было совершенно места И я спал на... я отдал ему свою постель Я спал на полу, на земле Это было в России Во-первых, я верю, что я буду жить Потому что Ашем может это сделать Я полностью в это верю Несмотря ни на что Если нужны заслуги, у меня есть какая-то заслуга Когда приходит его очередь Он уходит Тот нацист, который должен был его стрелять Он смотрит на него Он говорит Ты мне нравишься Начинай бежать Я буду стрелять в стену А ты беги Он убегает Как мы знаем эту историю? Репхайм Крайзверт Главный раф Афбейздин от Верпена Один из самых великих раввинов Мне еще удалось услышать его уроки Он рассказывает это Потому что это случилось вместе с ним Он сказал сам В той ситуации он говорит, что Я знаю, что ты в любой ситуации никогда нельзя отчаиваться И что бы ни было Я верю, что если нужны заслуги, это другая вещь Это еще одна вещь Теперь Спас его Ашем И за это или за то я не знаю Никто не знает Но мы знаем, что он это использовал Он видел, что в любой ситуации у нас есть Мы знаем, что делать Мы знаем, что в любой, в самой-самой тяжелой, опасной ситуации У человека может быть этот подход Это взгляд, это тактика, это стратегия Что мы никогда не отчаиваемся даже в такой ситуации Вопрос, конечно, здесь, который каждый должен задать Мы же учили, что мы должны смириться Мы должны жить с волей Творца Кто сказал, что Ашем хочет, чтобы это было по-другому Чтобы что-то сейчас Та ситуация, которая перед нами есть И даже если она очень неприятная И даже опасная для жизни Это есть у нас право требовать, просить, чтобы это изменилось И с такой уверенностью С такой целеустремленностью Что мы говорим, что это должно быть так Мы видели, что наоборот Когда человек полностью ставит в себя Свои цели, свою волю Даже если он это требует у Творца Это называется Дхи Кача Человек, он идет в каком-то смысле Он свою волю, свои цели ставит Напротив Творца И этим он себя Он минасеет Ашем Он вызывает Вызывает Испытывает Творца Как это можно Ответить Как это можно связать Что здесь То, что мы видим Это и Гемора Это и Рабхайм Крайз Это мы видим, что других Как это работает Давайте постараемся это понять Постоянно возвращаемся К еврейскому народу На У моря Когда Рабхайм Кодыш спрашивает этот вопрос Еврейский народ Мощь рабына Отпрощается к Творцу И просит, чтобы Ашем Нас спас Впереди наше море Сзади Египетская армия И она приближается И мы находимся В полностью Безвыходном положении Мы видим здесь тоже Урхайм объясняет Что ситуация была в том Что Ашем говорит Я сейчас В данный момент У меня нету Возможности Сделать чудеса Тут говорится о Чудесах Которые Выше природы Поэтому Потому что Медат 1 Есть Рахамим Есть Дин Есть Милосердие Есть Суд И Медат 1 Говорит Что этот народ Который здесь стоит Еврейский народ Они те же Идолопоклонцы Как египтяне Они находились На 49 ступени Еще немножко И они были В бездне Поэтому Как ты можешь Как это Это несправедливо Сделать для них чудеса И уничтожить Египтян В этот момент Ашем говорит Единственное Что можно сделать Это идти вперед Говорит Рахам Сейчас Единственный путь Это показать Огромнейший Бетахон Огромнейшую уверенность Упования в Творца Идти прямо в море Потому что мы знаем Что Ашем Может сделать это Тем Что мы это делаем Тем Что мы показываем В действии Что у нас Такой огромнейший Огромнейший Высокий уровень Бетахон Уверенности В Творца Этим мы заслуживаем Чтобы Отложить В сторону Наши заслуги Оттолкнуть В сторону Медат 1 Это качество Суда Которая Справедливости Которая говорит Что мы Это не заслуживаем Только в этот момент У Иврейский народ Выбирает Именно Это действие Которое может Нас спасти Потому что По-другому Мы не заслуживаем Мы видим Опять Здесь тоже Даже если человек Не заслуживает Чего-то Но если он делает Какое-то действие Или его молитва Она на таком уровне Он Четко показывает Творцу Что у меня Полная уверенность В тебе Что ты Это можешь Для меня сделать Тогда Этим Он показывает Что он Этого заслуживает В конечном итоге Как история С Риженой Ребе Риженой Ребе Говорит Что Рассказывает Что Рассказывается О нем Что пришла К нему Женщина Которая Годами Годами У нее Не было Детей И В один момент Она уже Больше не могла Она пришла К нему В комнату Она говорит Ребе Мне нужно Ваше Неблагословение А обещание Что у меня Будут дети Ребе говорит Как Обещание Благословение Может Я могу тебе Пожелать Она говорит Я не уйду Отсюда Пока Я не получу Это Обещание Она встала В дверях Она сказала Я знаю Что Ребе У него Есть Эта сила Его Как сказано Что Праведник Он Постановляет И Ашем Это исполняет Поэтому Я отсюда Не ухожу Пока Это не произойдет И так Она там стоит Стоит Никто не может Зайти Никто не может Выйти И У Ребе Нету Выбора И он Говорим О разных вещах Мы Сталкиваемся С Разными Высокими Концептами Человек Говорит Йом Кипур Или Пурим Это Потрясающий день Сказано Что человек 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 Может Полностью Изменить Свою Судьбу В этот Момент Он Вдумается Что такое Ниила Ниила Это Не просто Молитва Чем отличается Ниила Последняя Молитва Йом Кипура От Минха Минха Это тоже Йом Кипур Ниила Это Сказано Что Ашем Создает Человека Заново Это Тот День Когда Это Тот Момент Когда У человека Он У него Может быть Все Как он Доходит До уровня Адам Аришин Кодем Ахет Адам И Хава До того Как они Согрешили Если Человек Скажет Окей Очень Хорошо Звучит Очень Хорошо Очень Красиво Это Я Как бы Постараюсь Об этом Вспомнить Это Это Тогда Его Судят По его Заслугам Когда Другой Человек Когда Он Скажет Что Нет Если Это Так Сказано Это Так Есть Я Действительно Сейчас Нахожусь На Уровне Адам И Хава До Как Они Согрешили Сейчас Моя Близость К Творцу Там Нет Никаких Барьеров Мы Полностью Что Хет Каждый Наша Прогрешность Каждые Наши Плохие Поступки Это Нас Отдаляет Сейчас У нас Ничего Он Не Отдаляет От Творца Поэтому Его Будут Судить Не По Его Заслугам Будут Судить Совершенно По Другим Параметрам Нет Минат Один Что Он Заслуживает Не Заслуживает Тут У него Полный Чистый Связь Творцом Так Когда Человек Подходит К Хазау К То Что Говорится Наши Мудрецы То Что Передаются Исторы И Его Вера Она Доходит До Этого Уровня Тогда У него Действительно Может Быть Он Присходит К результатам Которые Которые Не Из Этого Мира Это Очень Тяжело Это Высокий Уровень Но Каждый Каждый Из Нас Каждый Из Нас Может В Каком То Смысле Добиться Этого В Любой Ситуации Так Мы Видим Тоже Что Тот Человек Который Молился Он Молился Скаваной Он Может Слезами Совсем Но Он Просил Гошема Чтобы Он Помог Другой Человек Он Он Верил Всем Своим Сердцем Всем Своим Разум Что Это Что Так Как Хазал Сказали Даже Если Меч Лежит На Твоей Шее Это Может Это Изменить Поэтому Это Не Зависит От Схуёта Не Зависит От Заслуг Поэтому Он Мог Своей Молитвой Изменить Полностью Этот Приговор В Сфорно Он Говорит Что Сара Когда Она Слышит Что У Нех Ангелы Пришли Она Не Знает Что Это Ангелы Что Они Пришли Они Будут Они Говорят Ей О То Что У Неб Родится Ребенок Она Смеется Отвечает Обещает Сфорно Что Она Сказала Что Даже Если Они Ангелы Так Это Было Нормально Что Они Приходили Даже Если Люди Это Ангелы То Ангел Не Может Такого Обещать Потому Что Это Может Только Гошем Яхлит Его Слова Только Гошем Может Такое Решить Обе Тфила Что Неси Схэн Или Тфила Вот Это Особая Молитва Которая Идет Схэн С Особой Близостью К Творцу Только Это Может Добиться Чтобы У Сары Который В тот момент 99 лет 98 У нее Родился Ребенок Решение Творца Или Ее Молитва Какая-то Молитва Которая Потрясающе Дорит Словно Что Это Да Реально Но Благословения Даже Даже Ангелов Это Недостаточно Потому Что Тфила Она Может Добиться Более Того Это То Что Хискьяу Научил Пророка Ишайяу Что Даже Если Пророк Говорит Что Уже Нету Никаких Шансов И Все Потеряно Хискьяу Выздоравливает И он Живет Еще Много Лет И Правит Иврейским Народом Так Что Мы Почти Закончили Эту Тему Мы В следующий Раз Постараемся Ее Еще Раз До Конца Понять Но То Что Мы Должны С одной Страны Продолжать То Что Мы Выучили От Фила Молитвы В последние Разы Что Это Наша Связь Это Все Эти Разные Советы Которые Могут Нам Пригодиться Начать Наслаждаться Этим Это Огромнейшая Тоже Разница Между Человеком Который Наслаждается Твила Наслаждается Молитвой Это Огромнейшая Привилегия Это Больше Ни У кого Нет Который У нас Есть Обратиться К Творцу Чтобы Это Было Не Рутиной Это Тогда Тоже Наши Окружение Наши Дети Наши Все Они Они Видят Что Это Что То Особенно Это Не Какая Тяга Это Не Что Что Человек Хочется Просто Весь Свой Мир Как Мы Увидим В следующий Раз Возвращаем Чтобы Каждый Из нас В этом Преуспел Спасибо Успеха